Резерв time Резерв time И они, кстати, у нас выиграли слот в Pro серию, а также денежный приз, друзья Вот такой вот состав Price, который уже успел показать довольно интересную доту К сожалению, мы не успели залететь на предыдущую карту, потому что она началась без нас Но, тем не менее, финал все еще у нас, скажем так, остается незакрытым И мы будем прямо сейчас за ним наблюдать, друзья Итак, собственно, команда Smash из Саудовской Аравии, которая находится у нас на стороне Radiant Успела забанить Чена, Enchantress, Tidehunter и Faceless Void Это в пике Uniqueurse, Spirit, Vengeful Spirit и Darkseer, в свою очередь, от коллектива Price В бане Lone Druid, Nesh Profit, Pugna и Zeus в пике Enigma, Inwalker, Beastmaster и Disruptor Несмотря на то, что был довольно-таки неслабо порезан Inwalker В последнем патче, напомню, 6.86F Ребят, по-прежнему, его продолжают пикать, довольно, он, скажем так, рентабелен даже на таком патче И появляется на второй столб у коллектива Price Также имеется довольно интересный персонаж, это Enigma, который не так часто появляется Ну, где-то на Тир-2, Тир-1 играх, но, тем не менее, он есть на сегодняшнем викенде К сожалению, у нас нету какой-либо возможности посмотреть, чем успели отыграть оба коллектива до этого матча Но будем надеяться, что они смогут показать что-то интересное здесь Появляется спектр от коллектива Smash Это Main Carry, получается, у них будет У нас уже имеется два саппорта, Air Spirit и Vengeful Spirit, также спектра На легкую линию фармить в триплу И у нас Darkseer на сложный Последний, это мидер Есть у нас по последнему бану от обеих коллективов, от Price Это Death Profit К сожалению, рамка закрывает, вам не видно, но, тем не менее, я буду продолжать говорить то, что у нас коллектив Price Играет за сторону Dyer И успели они забанить пятого персонажа От коллектива Smash Это Свен Бан на последний слот, который у нас будет в Main Carry Довольно, кстати, неплохо бы он сюда залетал Если бы ребята не успели его забанить Так вот, друзья, сейчас у нас все подойдет к концу На стадии пиков, мы будем врываться на карту Надеюсь, без пауз мы начнем эту игру Я напомню, это финальная встреча в рамках Weekend Cup Под номером 430 За слот в квалификацию в Star Series Сезона 15 Комментирую для вас JustFill И у нас Последние пики Мидер Для коллектива Smash И Кэрри Для команды Price Напомню, которая Представляет сегодня свой новый состав И посмотрим, получится ли у них выиграть Слот в квалификацию Более чем полторы минуты остается у команды Price Потому что, ну и в итоге Урса появляется Более чем полторы минуты у них было Поэтому стоит сделать вывод, что довольно-таки уверенно Пока что ребята идут на стадии пиков То есть, как-то их там не успели перебанить Испортим стратегию И видим то, что довольно уверенно они справились Потратив всего лишь 26 секунд дополнительного времени Ну и что же Последний пик для коллектива Smash Мидер, чего интересного нам покажут Ребят с коллектива Из Саудовской Аравии По-прежнему не в бане у нас Outworld Deviver Но Противостоит, скажем так Коллективу Radiant Урса Который срезается Большую часть демажа Что, безусловно, не очень приятно Для такого героя, как Outworld Deviver Особенно, если Monopoly будет Точнее, если Mana будет На низком уровне И тем не менее, друзья, это пак Мидер для коллектива Smash Который довольно-таки неплохо стоит против Unlocker Ну и что же Переключаемся потихоньку в игру И будем смотреть Что у нас Да как К сожалению, не все игроки Прайс Наверное, поставили свои Никнеймы Настоящие Поэтому я вам не скажу Кто играет в новом составе Хотя, в принципе, можно попытаться Как-то пройтись Через геемиды На нашем сайте Наверное, прямо сейчас мы это и сделаем Да, ну тут на самом деле Не получится уж прям Как-то Найти нормальных игроков Но видно то, что на самом деле В новом составе не играет Кто-либо Из Тир 2, Тир 3 Разряда Вот такие вот Пока что новые лица Тем не менее Тем не менее Ребята сейчас будут показывать Класс, я думаю Потому что, как-никак Это финальчик Так что у нас ФПС конкретно проседает Ставится пауза моментально Хотя, вроде бы, никто и не вылетел Уже летит Санстрайк на просветку Больше времени Раздуплить, скажем так Прайсом будет Ну и что же Винга поставила паузу Видимо, какие-то проблемы Как раз-таки у Смэш Как он там будет играться Из Саудовской Аравии Мы сейчас посмотрим Ну что же Ну что же Давайте пока Пообсуждаем Что у нас, в принципе Есть по игре Уже мы показали Что кто пикнул В принципе Да Ну здесь, думаю Будет Такой себе Стандартик Инвокер в медиа На сложной линии Будет стоять бестмастер Ну и, в принципе Легкая Это Урса Плюс Дизраптор Не думаю То, что будет Как-то уж прям Энигма светиться на линии Часто стандарт Через Далонов в лес Пойдет Плохо, то, что нету Баунтихантера Безусловного коллектива Смэш Который, в принципе Не то, чтобы Очень хорошо Подрезает Листных героев Он, в принципе Хорош в тех ситуациях Когда нужно Быстро нарастить преимущество Если у вас есть Боевой, скажем так Пик, который Может начинать Доминировать С начала игры Либо же Это тот герой Который может Помочь Камбэкнуть Причем Камбэкнуть Дольки быстро Ну или Наоборот Получать преимущество За счет Неаккуратности Соперников Ну и что ж Гоу пишет Веншфол Спирит Ответка Да и нельзя Потому что Ну как Стандарт В принципе Пак на миде На сложный Версфол Спирит Нет Версфол Спирит У нас саппорт Совсем забыл На сложный Дарксир Разбивается Смок Который, кстати По-моему Не спалили Санстрайком Ну и Это будет Попытка Кого-то гонгануть Прямо сейчас От коллектива Смэш Видим также Что у нас Пытаются Прайс Как-то разойтись По разным линиям Хотя уже более-менее Кучкуются вместе Будут они жать Топ-линию Топ-руну Здесь находят Инвокера Закатываются Замедляют Пошел И здесь Подстаном Заберут Конечно Инвокер Это ФС Блад Для Эрсфол Спирита Ну Забрали Плюс Сейчас скорее всего Будет баунти руна Уже рисуют Инвокер Потому что нужно Пойти Забрать Ботом Руну Курьер Пока что Не понятно Летает В итоге Всего лишь одно баунти Достанется Коллективу прайс Судя по всему Хотя Спектра Может подраться И за вторую руну Но По-моему Как-то Она не спешит Этого делать Хотя По-моему Была какая-то Инфа По соперникам Окей Тем не менее Спектра Не забирает Второй баунти По одной руне Для каждого Мидера Сколько я понимаю Инвокер Там почти Успел прибежать Контролит Бестмастер Если что Здесь Подходы Не успеет Рейнджфол Спирит Прибежать Тем не менее Скабаном Она подерется Будет Не успевает Денайт Это дополнительное Золото для Винги Ну Видим то что Стартует Безусловно В плюсе Ребята И смеш Хотя Это не так Уж и много Всего лишь 200 Золота И 100 Экспириенс Делит Конечно Ферстбат Очень и очень Сильно Между Пятерема Персонажами Скажем так Ну да Начинается Потихоньку Бласт Хит Крипов Видим то что Уже потихоньку Начинают Кэри Обеих Коллективов Добивать Своих Крипов Ну и что ж Друзья Это легкая Линия Как я и говорил Дезраптор Курса В принципе У нас Стандарт Стоит Энигма Как я и сказал Также На сложной Линии Стоит Дарксир И вот это Кстати Довольно Интересный Выбор Это Ром Эрспирит Который Также Будет Пытаться По крайней мере Мешать Формить Энигме В лесу Посмотрим Как хорошо Он это Сделает Есть Сентрячок На Мидл Споте Двигается Потихонечку В сторону Энигмы Эрспирит Не успевает Добить Всех Крипов Здесь Лесник Коллектива Прайс И выдвигается На Хардлейн Точку Где Пытается Уже Добить Больших Крипов Хотя Здесь Тоже Были Большой Стак Крипов Заблочено Сразу Два Спота Которые Скоро Уже Разбанятся Слишком У нас Долго Скажем Так Стояли Сентряки Прям В начале Игры Поставил Спирит Ну и В итоге Энигмы Будет Хоть И Меньше Чем Нужно Иметь Тластхитов Тем не менее Они Будут Так Пытается Пак Выйдеть Как Холлснап Ну там Всего лишь Единицу Шифт Юзает Свою Фласку Фласка Также Есть И у Инвокера Прибегает Сюда Земеля Начинает Словить Ставит С фаржи Три Кваса Инвокера И Фласку Он Не юзает Отдается Второй Раз Это Второй Фраг Для Ор Спирита Получает Он второй Уровень На Хостива Двигается Еще И на Бота Могут Найти Ненигму И по-моему Ее находят Закатывается Земеля Пошел Слоу Есть Даггер Минус Армор Также От Венжи Фул Спирит Добивают Здесь Тем не менее Саппорт Коллектива Смэш И Попытка Еще И Земелю Забрать Это Дабл Килл Для Бестмастера Ну и Спиктра По-моему Не успеет Да Под Кабана Не добивает Кэри Коллектива Смэш Тем не менее Это Размен 2 в 3 Потому что Успел У нас Умереть Еще Дарксир На топе Каким образом Я не совсем Заметил Но Видимо Как-то Все же Успел Всего лишь Трилос хита У него Имеется Пытается Он Как-то Добивать Крипов Пока что Не особо Получается Даже Сайеншелом Выдвигается Теперь Уже На Точку Нейтральных Крипов Где Будет В очной раз Закатывается Минлокера Есть Стан Минус Армор По Сайленс Стоит Инва Ну и Здесь Без шансов Для Мидера Прайс Вот так Вот друзья Был бы Здесь Баунт Хантер Может быть Даже Получалось Бы Как-то Дополнительный Гол Получать Хотя Трека Здесь Явно Не было Спектра Дается Бестмастеру Он Еще Не получил Праймал Тем не менее Он забирает Кэри Коллектива Смэш Ну и Вот Скажем так Пользуются Возможностью Пока Весь Все Внимание Коллектива Смэш Приковано К миду Прайс Как раз таки Убивают Майнкерри Причем Убивают Пока что В первый раз Но тем не менее Это уже Фраг И Замедляется Фарм У спектры Видим То что Занимает На только Четвертую Строчку В общем Расчете Ластхитов В топ Один У нас Естественно Урса Которая Здесь без какой-либо Конкуренции Потому что Дарксир Уже давным-давно Ушел на Нейтральных Крипов Имеет почти Готовый Солуринг На пятой Минуте Он Ну и сейчас По-моему Даже нейтральный Крип добьет Нет Нет Везет Пока что Везет Не очень у нас Наглый Дарксир Пошел Колдснап По паку Пак здесь Уйдет В любом случае Но тем не менее Половину хп Инвокер скушал Летит к нему В курьере Грейжные стики Насколько я понимаю Нет Тапок И Также Появляется Два Фейсбутса У Урсы И Спектры Открываем Общую таблицу На творце Видим то что По-прежнему В топе Находятся Бестмастер И Урса За ними Сразу идет Пак И Спектра Ну и Естественно За ними Сразу Инвокер Который Имел Не лучшую Иринию Да и наверное По-прежнему Имеет Потому что Так Колснап пошел По паку Ну пак здесь пока что Без Или Зори Орба Можно добить его Юзается Фейри Файр Ой-ой-ой Одна тычка Успеет ли В шифт Да Или Зори Орб Ну и Тычка Долетит ли Нет Это был Шифт Друзья Успел Штануть пак И везет ему В этой ситуации Не хватает На спида Инвокер Ну и зачем Пак По-моему Он бы успел Быстрее прибежать На самом деле На базу Нежели вот сейчас Суицидится на нейтралах Ну как-то совсем Глупо По-моему Успел бат Регенится Плюс прибежать На базу И телепорт Обратно в мид Или куда хочешь Уже есть Дримис Коэл Поэтому Лайнод Тем не менее Это суицид на крипах Забираю Дарксира В очередной раз Был проюзан Ультимейт Урсой И видим то Что даже без Клэп Пока играет Урса Несмотря на то Что есть У Дарксира Сюрдж Хотя Клэп Особо-то и не спасет Против него Забрали Кстати Пока что Не успел заметить Где Забрали Эрспирита Приобретает он себе Дасты Видимо против Инвокера Потому что Инвокер Нет Он не имеет фикса На Дримкоиле его ловят Тем не менее Да Хоста у него имеется На Сюрдже бегает Дарксир Ну и здесь конечно Не поймают Мидера коллектива Прайс Прилетает ему Фласка Ну и в итоге Регенится по полной Здесь Инвокер И выйдет Или Зори Орб Пока что Мидеры явно имеют Не самый лучший Запак айтемов Обычный стик У Инвокера Плюс Тапок И главов Хейста Мидас У пака В свою очередь Есть Нулика Грейжный стик Бутылка И Также Не грейжный Тапок Инвокеру Вновь летит Что-то 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 И это Так я не совсем Вижу Это Кларити Явно Не самый полезный Айтем Прямо сейчас Расходный здесь На миде Но тем не менее Он его себе привозит Добивает крипов Скорее всего Будет соберегинить манку На самом деле Можно было бы себе Доделать стики Плюс купить телепорт И попытаться Куда-то выйти То есть У нас Земелья Допустим Находится на Сложной линии Без Сайленс По-прежнему Сейчас его вкачал И мог он Стать очевидной Целью Инвокер Либо та же самая Спектра Которая пока что Ну Явно Находится Не на самой Сейфовой линии По-прежнему Четвертая строчка Полость хиту Есть у нее урна Ну и похоже Это будет такая Боевая спектра Ловят Тем не менее Завтра Без инвокера Здесь была Энигма Прилетает сюда Пак От Сайленса По Сайленсам Энигма В смысле Прилетает сюда Также на хаунте Спектра И Заяца урна В погоне За Дизраптором Будет ли Какой-то стан Ну Минус арморную просветку Элизарев не попадает Попытка как-то уйти От Дизраптора Но тем не менее Его это не спасет Есть Канетик Филд Но это Минус 2 На то принет Коллектива Смэш Прайс пока что Ну Не то чтобы фидит Но Отдаются на самом деле Глупо Прямо за Т2 таверами Как у нас Красиво светится Айгис Отдаются прямо за Т2 таверами На самом деле Это не самый лучший вариант Для них Потому что Отдаваться в одну земель У четвертого уровня Всем составам Почти что Ну это явно Не Не Самый лучший вариант Есть Минус Уинвокера Грейжный стик Он себе скорее всего Приобретать уже Наверное не будет Потому что Будет он крайне поздноват Да и смысл В нем Особо не наблюдается Сейвить Потому что Есть сайленс Как-никак Резаптор прибегает Пошли когти Ну и моментальная реакция От спектра Есть почти готовые барабаны Не хватает всего 700 голды Насколько я понимаю Да 765 голды Не хватает Спектр до полноценных барабанов Есть У Веншфос При транквилл тапки Также Два вардецких Орбов Веном Ну и естественно Стик Курьер летит на ботом Земелья С доставами По-прежнему бегает Инвокер Не качал по-моему Пока класс Ой Свекс Все-таки прокачал В единичку Но я думаю что Прям уж часто Пользоваться Гостолком Он не будет Приобретает себе В скиблин Как я и говорил Урса Есть также 200 голды в кармане Владмирс Думаю он себя Апать наверное Не будет Хотя в принципе Ради ауры Для команды Можно и в принципе Доделать этот артефакт Также у Энигмы Появляется Мека Которую она проюзла Тем не менее Отдается Заберут здесь Пака Нет Заберут Энигму Но Разменяют На спектру Пак по моему Должен уходить Отбивается с ботлом Есть телепорт Попытка уйти Но тут нечем сбивать Попросту был Произонерор На спектру Ради размена Ну и в итоге Один в один Семь девять Чё-то так на карте Не успели мы Глянуть Файт рекап Почти есть Первая Некрономиканы У бисмастера Дизраптор Дизраптор имеет Арканы Погоня Под Сюрджом За Дарксиром Но Дарксир Уходит Здесь конечно Хоть и Блинк Но Курсат тем не менее Не может догнать Хардонера Коллектива Смэш Забирают Сейчас ставер Ребят с коллектива Прайс Пока что Видимо Никто не собирается Его дефать Попытка Наверное Разменять От Самих Рейдиантов Потому что Пока Все прайс Находятся На топе Можно Попытаться выйти В мид Тогда ситуация По таверам Будет Хочя бы 3 в 2 Но мы видим То что уже Пошли телепорты Пролетает сюда И бисмастер Попытка Словить Дарксира Увенчается Успехом Это минус Хардлейнер Вновь Уже Какая смерть Четвертая Для Дарксира Ну и 7-10 Друзья Соответственно Счет Пока что На Финальной Карте Викенд Капа Номер 340 430 Я прошу Прощения Ну и Что Уже Заход 102 Прайс Отыгрывает Все преимущества Которые Они потеряли В начале Игры А я напомню Это уж Почти Было Оу А как Так Получилось Странно На самом деле Смэш Вроде бы И ходили В пятеров Вроде убивали Но тем не менее Преимущества Не имели Вот так вот И получается За счет Легкой линии Точнее Фарма На легкой линии Урсой Имеет уже Более чем 5500 Прайс Своем Распоряжении Даже больше 7500 Вот так вот Друзья Очень неприятный Пошли когти Урсы Пошли когти от урсы Летает Элизори Орб Ставит Спауза Вингой Но Сбивают Сек Лак Кале У Держи Фул Спирит Она вылетает Урсы Сбивают Кстати Пока что Аегис Смотрим дальше Что у нас Спектра По прежнему Почти ничего Не имеет Кроме Барабанов И Урны Она почти Ничем Скажем так И не владеет Так что Дефать будет Предельно трудно Хотя и попытаются На самом то деле Есть полный рассказ У коллектива Прайс Уже готовится Энигма Нет Не готовится У нее нету Так Ну какие-то Пуш сильные Кале У Веншфу Спирит В итоге Гоу Пишет Да Коллектив Смэш Урса Ресается Ну и Т3 падает Потихоньку Под форжами Под Эдалонами Еще и волна Крипов Прибегает Помогать Всему этому Зоопарку Ну и отступили Пока что Ребят С коллектива Прайс Чтобы размить Смог Нету По прежнему Блинка У Энигмы Блэкхолл Через 8 секунд Ну и Как-то На От пуши Что ли Поймает Сейчас Смэшей Наверное Попытаются Прайс Но Ничего Не получится Потому что Они зажались Уже под базой Поднимают Что Соперники Где-то рядом Их не видно На карте Ну и в итоге Идут Фармить Да Запал себе До полноценного Владимира Урсам Орбитку И это Аура Для его команды Очень полезная Аура С Бараней И прочими Плюхами У нас Пока что Как-то Пытаются Варгить Свою половину Карты Ребят С коллективом Смэш Почти Упал У них Тетри Тайвер Что В принципе Нам говорит То Голых Бараках Есть Вторые Некрономиконы У Бестмастера Пак Приобретает Себе Блинкдаггер Что мы Имеем Также На этом Герое В принципе Ничего Кроме Грэжных Тапков Которые Появились Совсем Недавно Судя по всему Потому что Пак У нас Явно Здесь Не Чемпион По фарму Занимает Он Всего Лишь Четвертую Строчку Обгоняет Уже Своего Кэрри Которые По прежнему Не радуют Нас Хорошим Нетворсом Ну и В принципе Видим То что Даже Хардлайнер Коллектива Прайс Уже Обгоняет Ребят Из Саудовской Аравии Видимо Попытка Пуша Боттема Вот Прайс Есть Вторые Некрономиканы Как я и сказал Которые Должны Сейчас Лететь Да Лететь Бестмастеру Ну и Заход В Т2 Там пока что Пошел Хаунд Уходит Спектра Тем не менее Здесь есть Еще Земель Которая Закатывается Юзается Магнитайз Умирает У нас Тем не временем Спектра Уже Четыре Фрагов Стреки У инвокера Алакрити Пошло Под Холдснапом У нас Бегает Дарксир Дримкоир Забирают У инвокера Стрик У него Украли Свапают Энигму Но Энигма Должна уходить Энигма Уйдет Уйдет Также Дарксир Не успели его забрать Праймалрор Пошел по паку Топоры Фандерстрайк Но это минус пак Без шансов Для медиара Коллектива Смэш Ну и Это 8.3 Плюс преимущество 10.000 По золоту За коллективом Прайс И 7.500 С плюсом За По экспе Третий Некрачи У Бестмастера И это Байбэк От пак Крайне глупый Байбэк По-моему Который В принципе Вообще здесь не нужен был Потому что Никак Не шли бы Наверное Сейчас пушить Ребят с коллектива Прайс Хотя ультимейтов Не было Плюс Спектракль Мы знаем Тоже без байбэка Выходит Абсолютно Без ультимейтов Смэши В смоках Могут найти Бестмастера Но Это может Все очень плохо Закончиться Потому что Без байбэков Без ультимейтов Весь коллектив Смэш Закатывается Земель Моментально По нему пошел Весь фокус Прямо в некрощей Зайцы и Лизурер Забирают Пистан Ну и Некрощей Тоже Сбреют На контренисас Какую-то Ответку Не пытаются Сделать прайсы Хотя в принципе У них все Ультимейты И скиллы имеются Урса Из огурклаба Будет себе Скорее всего Делать БКБ Насколько я понимаю Потому что Ой-ой-ой Глимсуют у нас Кого-то А глимсуют у нас Дарксира Или что это было сейчас Да Глимсунули Дарксира И это уже Пятый фраг В серии Для Урсы До Рошана Остается Менее Одной минуты Где-то В районе Наверное Пятидесяти секунд Хотя здесь По идее Да Где-то Больше одной Наверное Все-таки Минуты 1300 В кармане Прилететь На двух Саппорт Которые Скорее всего Ее бы И забрали Но Тем не менее Пытка Не пытка Хотя Может быть Специально Спектра Я не Вльтовала Чтобы Не терять Хаунд А то Вдруг Зайдут на Хайграунд Ребята А я Без Хаунта Вот так Вот и Получается В итоге С байбэком Спектра В таверне 1200 Голды В кармане И Ну В принципе Атака Коллектива Прайс Закончилась На том Что Упал Т2 Тавер На ботами Совсем Скоро Будет У нас Уже Второй Рошан Насколько Я помню Либо Да Это будет Третий Рошан Судя по всему Потому что Первого Забрали В сколько В 9 Минут Потом Сразу Забрали Второго И Это уже Будет Нет Это будет Всего лишь Второй Рошан Я уже Что-то Совсем Путаю Пак Видит Его Под Сайленсом Энигма Блэкхолл Будет Лип Первый Блэкхолл Энигмы Хоть Какой То Уже Надо Давать Тем Не Менее Оставят С полянов Там Гримсонули И В итоге Под Дабл Дэмеджем Забирают Очередной Фраг Для Урсы Почти Есть БКБ Вот Сейчас Упадет Рошан Под номером Два И Это Уже Будет Полноценный Блэкхолл У Кэри Коллектива Прайс Рошан Упадет Долитки Быстро И Драться За него Никто Не будет Ясное Дело Потому Что Ультра Опасно Да И Бесперспективно Собственно Говоря Уже Почти Полностью Упакованный Прайс Сверх Уверенная Игра Более О чем Я и Говорил Забрал Игис Инвокер Даже Не Урса Хотя Наверное Все же Более Как-то Желательно Отдавать Именно Кэри Вот Этой Самой Урсе Ну Что Сделали То Сделали В принципе Тут Без Разницы Потому Что В любом Сучи Это Кор Инвока Ну Если У него Закончатся Касты Будет Там Коудаун Или Что Такое То В принципе Он Будет Бесполезным Поэтому Ну Не Знаю Наверное Все Таки Урсе Более Желательно Было Отдавать Этот Аегис Который Все же Отдали Инвокеру Ну И Что Делает Себе Инвал Вторую Пачку Не Кращей Судя Потому Что Имеется В Курьере Вторая Пачка Сразу Второго Уровня Ну Я Сейчас Думаю Будет Даже Третий Потому Что Волна Крипа Подошла Здесь И два Тиммейта Которые Если Что Подсейвят Но Я Не Думаю Что Смеши Будут Как Ультра Агрессивно Выходить В Их Ситуация Это Крайне Глупое Решение Будет Ну И Мы Видим То Что Кстати Спектра В Общем Нетвор Имеет Всего Лишь Тысячу С лишним Золота За Целых Пять Минут По-моему То есть Фарм Продвигается Крайне Плохо Ну И Какими-то Артефактами Соответственно Спектра Тоже Похвастаться Не Может Что Очень И Очень Печально Ну И Что Прайсы Появляется У них Вторая Пачка Третьих Некор Чеев Бес Мастера Всего Лишь Нет Вторая Я Ошибался Инвокер Дособирал их Раньше Чем Тиммейт С Хардлейном У Пака Есть Дагон Крайне Интересный Выбор Учитывая То что Есть Инвокер Через Экзорд Идущий Но Тем не менее Это Дагон Который Будет Шваркать Скажем Так Ну И Вот Собственно Третья Пачка Третий Уровень Точнее Краче Плюс Фаржи Ну И Потихоньку Падают Бараки На Топ Линии Точнее Падают Они довольно-таки Быстро Есть Прокаст Инвокер По-прежнему Ставится Поляна Энигмой Она у нас Без Блинкдагера По-прежнему Есть Зато Гвардин Грейвсы Оу Моментально Срезают Эрспирита Юзается Хаук По кричати Попу Акуиста Пары Блэк Отличный По-троим Юзается От Энигмы Забирают По крайней мере Пытаются Да Забирают Пиктру Ультимейт Тут Урсы Глимсуют Дарксира Ну это Гейм Валплей Людокая победа Для Прайс И слот Квалификацию В Стар Сириэс Сезон 15 Вот так Вот друзья Заканчивается На этом Викенд Кап Под номером 430 За 22 минуты И 11 секунд Поздравляем Ребята Из Прайс Их Новоиспеченный Состав Они Проходят Квалификацию Итоговая Таблица Сейчас Появится На экране В принципе Поздравляем Опять же Коллектив Дайр Они Будут Сражаться За Стар Сириэс 15 Сезона Ну а на этом Друзья Мы с вами Прощаемся В принципе На этом Игры на сегодня Заканчиваются Больше никаких Турниров Кроме По моему Аниме Челленджи На 9 Канале Проходить Не будет Поэтому Я говорю Вам пока До скорых Встреч И я надеюсь Что мы Еще с вами Увидимся На 9 А также В других Каналах Старландр ТВ Всем пока